Глава Чувашии Михаил Игнатьев сейчас находится с рабочим визитом в Москве. Сегодня он посетил международную выставку электрические сети России и встретился с министром спорта страны Виталием Мутко. Подробности у моего коллеги Дмитрия Ковалева. В Чебоксарах в следующем году планируют открыть сразу три крупных спортивных объекта. Ледовый дворец, центр олимпийской подготовки по маунтинбайку, биатлону. Строительство этих баз ведется в рамках программы развития физической культуры и спорта. Чувашская республика и федеральное министерство спорта заинтересованы в том, чтобы данные объекты были введены в строй вовремя. Об этом зашла речь на встрече руководителя ведомства Виталия Мутко и главы региона Михаила Игнатьева. В следующем году на завершение строительства двух центров и Ледового дворца только с федерального бюджета планируется выделить более 250 миллионов рублей. Обсудили на встрече и подготовку командному чемпионату Европы по легкой атлетике. Соревнования пройдут на стадионе Олимпийский 20 и 21 июня. Там тоже в этом году работа начата, к маю месяцу мы должны все завершить. Но и по дальнейшему развитию детско-юношеских спортивных движений это оснащение спортивным инвентарем, другими материальными ценностями. По конноспортивной школе то, что во время проведения спортивного форума мы посещали и смотрели, и заданы были вопросы, все в работе. А в завершение встречи Виталий Матко и Михаил Игнатьев подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках в регионе будут развивать базовые виды спорта и продолжать строить новые объекты. То соглашение, которое было подписано, мы сполна выполнили, как со стороны Министерства спорта Российской Федерации, так и со стороны Чувашской Республики. В вложено было 4,7 миллиарда рублей. Эти объекты все в работе, люди ходят туда, занимаются. Кто-то для себя просто, чтобы следить за своей формой, кто-то занимается на профессиональной основе. Сегодня же Михаил Игнатьев подписал соглашение с председателем правления Ассоциации энергетиков топливно-энергетического комплекса. С Виктором Шаховцовым глава республики встретился на международной выставке «Электрические сети России». Теперь некоммерческая организация совместно с предприятиями региона будет разрабатывать новые технологии. Ассоциация ставит задачу концентрировать все запросы предприятий ТЭК, излагать их в доступной форме для производителей и контролировать, чтобы это производилось, как говорил глава республики, качественно, с наименьшими затратами и с наибольшим использованием отечественных комплектующих оборудований. А с разработками, которые уже прижились в отрасли электротехники, можно было познакомиться на ежегодной выставке в Москве. По традиции здесь участвуют и чувашские предприятия. Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. Республика.